Здравствуйте! С вами снова Вероника Поливкина. Апрель – это очень насыщенный садово-огородными делами месяц. Под Москвой ночные заморозки мешают нам выстроить четкую работу, так как земля то оттает, то замерзнет снова. Но начало месяца – это, как правило, уборка территории. Хочется навести порядок. Многие начинают сжигать собранный мусор или вообще поджигают траву, считая, что и насекомые-вредители, и семена сорных растений сгорят в огне. Да, сгорят, но вместе с ними могут сгореть целые деревни, как было уже не раз. В апреле, как правило, очень сухо и ветрено, так что куда пойдет огонь, никто вам не скажет. Я мусор никогда не сжигаю, а собираю вот в такие емкости или просто черные мешки. Это прекрасная основа для посадки огурцов, кабачков и даже тыквы. Чтобы до высадки культур процесс перепревания был запущен, нужно переслаивать собранные листья простой садовой землей или чуть-чуть компостом, поливать водой, добавлять немного удобрения, чтобы почвенные бактерии скорее разводились и перерабатывали наши отходы в доходы. Можно добавлять М-препараты, но непременное условие – это влажность и закрытое пространство. Поэтому после полива нужно закрыть сверху темной пленкой или завязать мешок. Через месяц все это осядет. Нам нужно будет только засыпать сверху слоем земли и можно сажать. А компост в мешках нужно подождать подольше. Готов к применению он будет через месяца два. И можно будет замульчировать почву, например, вокруг кустарников. В начале месяца, если еще не лопнули почки, можно продолжать перевивать или переперевивать растения. Занятие интересное и полезное. Подробно об этом есть специальный ролик. А вот обрезку деревьев проводим только если убеждены, что они спят. В апреле начинается активное сокодвижение. И даже если почки имеют вид не набухших, сок внутри дерева уже пошел. И любой срез – это открытая рана, через которую и сок вытекает, и могут попасть патогенные бактерии, которые уже оживают. Те, у кого сады страдают от насекомых-вредителей, в это время проводят обработку от них. Деревья свои я не обрабатываю. У меня есть для этого специально прирученные птицы. А вот клубнику обрабатывают трижды из расчета 2 столовые ложки на 10 литров воды. Начиная с момента появления бутонов и заканчивая обработки при распускании первых цветочков. Можно обработать и часто поражаемые насекомыми-вредителями цветы. Чтобы обработки были абсолютно безвредными, лучше сделать это самыми безобидными препаратами, которые могут отпугивать запахом. Кроме нашатырного спирта, это, например, обычный керосин и пропелевый деготь. Пропорции разведения те же – 2 столовые ложки на 10 литров воды. Весной мы должны дать сигнал насекомым, что здесь для них не место. В апреле в самый раз начинать подкормки растений. У каждого растения свои предпочтения, поэтому и подкормки должны быть соответствующие. Вылезший чеснок пострадал от возвратных заморозков, но это еще не конец. Дайте ему хорошее питание, и он восстановит свои силы. Гортензии, голубик, рододендр, назалии нуждаются в подкислении, а клематисы, наоборот, в поливе мелом. Не думайте, что большие деревья в питании не нуждаются. Самый простой способ – это сделать проколы в земле и полить питательным раствором, чтобы питательные вещества ушли на глубину, ближе к корням. Апрель – это месяц активного выращивания рассады. И выращиваем ее не только дома, но и на улице, в парнике или теплице. Вот, например, капуста лучше растет на улице, чем дома. Если у вас нет теплицы, то лучше это сделать так. Делаем углубление в земле, высеваем семена, поливаем и прикрываем стеклом. Никакие возвратные заморозки при такой посадке не будут страшны. Рассаду однолетников также можно высевать этим способом. В конце месяца мы уже приступаем к посевной в открытый грунт холодостойких овощей, таких как морковь, петрушка, редиска, некоторые сорта салата. Апрель – лучший месяц для посадки деревьев, кустарников и цветов. Хорошо, когда они высаживаются в грунт в сонном состоянии. Вот как только землю можно копать, так и займитесь этим. Проснулись растения на новом месте и сразу в рост. В конце месяца растения бывают уже готовы к черенкованию. Например, молочно-цветковый колокольчик, начеренкованный в апреле, летом наращивает такую мощную корневую систему, что в августе даже зацветает. Я специально не рассказывала о всех апрельских делах подробно. Так сказать, просто наметила программу действия. А подробно обо всем этом вы узнаете из специальных тематических роликов, которые последовательно будут выходить на канале в течение месяца. Хорошего вам сезона! С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч!